Жительница Челябинска пыталась отсудить миллион рублей у детской городской больницы номер 7 после смерти 7-месячной дочки. Вот только суд советского района решил, что компенсация ей положена, но в разы меньше. Все подробности в репортаже Татьяны Лавровой. Александра Смотрова до последнего надеялась. В судебном заседании ей удастся доказать, что врачи виновны в смерти ребенка и их отстранят от работы. Но суд и экспертиза решили иначе. Но факты оказались не на стороне женщины. Напомним, все началось, когда у маленькой Софии появились во рту язвочки. Участковый врач успокоила. Все заживет со временем. Затем девочка перестала кушать. Хуже малышки стало после прививки АКДС и от палеомилита. Через неделю София оказалась на аппарате искусственной вентиляции легких с диагнозом пневмония. Нет, все нормально, лечитесь. С возрастом пройдет, израстете. Либо мне говорили еще, кипятите бутылки с содой. То есть, это же мне говорят врачи, не бабки-повитухи какие-то, не бабушка-гадалка. Это мне говорит врач, что ничего в этом страшного нет. Ничего в этом страшного нет. Две недели врачи боролись за жизнь малышки, но София была больна первичным иммунодефицитом. Ее организм просто не справился с инфекцией. Девочку перевели в областную детскую больницу. Через несколько дней ребенок скончался от заражения крови. Александр не понимает, как такое могло произойти под ежедневным наблюдением медиков. Следственный комитет и управление здравоохранения сразу начали проверку. Врач-педиатр участковый привлечена к дисциплинарной ответственности. Ей снижены стимулирующие выплаты, за ней закреплен врач-наставник. С врачами медицинской организации проведен детальный разбор клинического случая с последующим проведением обучающих семинаров и тестового контроля. На совещании врачей и следователей женщина просила отстранить от работы педиатра, которая проводила лечение ее маленькой дочери. Главного врача мне сказала и заведующая, она очень сильно сожалеет, она нас очень хорошо помнит, чуть ли не думает о нас каждый день. Но почему-то слов соболезнований с ее стороны я не услышала ни разу. Врач от работы отстранен не был. Как объяснили Александре, когда они обратились за медицинской помощью, уже было невозможно ничего изменить. Да и претензий к работе педиатра у завполиклиника нет. Ну это было чистой воды просто представление, представление для нас. Это не было каким-то слушанием. Не слушали здесь стороны, ни одна, ни вторая. Врач-педиатр вообще не присутствовала на этом якобы заседании. Никаких вопросов там не решалось. Тогда женщина обратилась в суд с иском в 1 миллион рублей к детской городской больнице номер 7 и администрации Челябинска о взыскании компенсации морального вреда. Александра Смотрова посчитала, что причиной смерти ее ребенка могло стать некачественное оказание медицинской помощи. Только врачи настаивали на экспертизе. Экспертным исследованием было установлено, что при оказании медицинской помощи дочери эститцы детской городской клинической больницы действительно были допущены дефекты. Но причинно-следственная связь между недостатками в оказании медицинской помощи ребенку и наступлению ее смерти не установлена. Отсудить у медиков миллион не получилось. Исковые требования Александры Смотровой к детской городской клинической больнице номер 7 судом были удовлетворены частично. С больницы будет взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В удовлетворении исковых требований к администрации города Челябинска отказано.